Всем привет, мы в машине времени. Разбираемся в самых интересных событиях этого дня, заглянем в историю и вынырнем с приятными поводами для праздника. 5 января – это самый подходящий день, чтобы начинать приводить себя в форму после новогодних застолий. По крайней мере, об этом говорит праздничный календарь, ведь сегодня отмечается Международный разгрузочный день. Его придумали несколько лет назад, чтобы дать организму отдохнуть. В среднем за несколько дней новогодних праздников организм набирает около 5 килограммов. Тем, кто ведет достаточно активный образ жизни, эти килограммы не страшны, они уходят за неделю после праздников, но большинство офисных работников становится тяжелее надолго или даже навсегда. В рамках борьбы с ожирением и лишним весом было принято решение учредить этот праздник. К слову, врачи категорически не советуют голодать, однако некоторые вполне нормально могут перенести весь день только на чае или воде. 5 января 1762 года на российский престол вступил Петр III. Изначально его звали Карл Петр Ульрих, он был внуком Петра I по линии матери. В 17 лет его женили на Софии Августия, в будущем Екатерине II. Отношения у них не сложились, у пары не оказалось ничего общего, говорят, ни интересов, ни постели. Вскоре это стало государственной проблемой, нужен был наследник. Даже есть теория, что Павел I родился не от императора. Так или иначе, в начале своего правления Петр III помиловал дворянское сословие и расширял их привилегии. Многих вернул из ссылок и даже уничтожил тайную канцелярию. В армии он начал водить прусские порядки. Вообще, Петр был большим фанатом прусского короля Фридриха II. Как еще объяснить, что после Семилетней войны, он все простил и отдал завоеванные земли обратно своему кумиру. Впоследствии это стало предпосылкой к дворцовому перевороту, чтобы возвести на престол Екатерину II. Петр III управлял страной полгода, а 17 июля 1762 года скончался при невыясненных обстоятельствах. 5 января 1982 года был организован единственный в области государственный заповедник Магаданский. Он расположен на юге, вблизи северного берега Охотского моря. Если точнее, в Ольском и Средниканском районах Магаданской области. Заповедник состоит из нескольких участков на большом удалении друг от друга. На их территории нет населенных пунктов и транспортных путей тоже. Вместе они представляют колымскую природу во всей ее полноте. Суммарная площадь заповедника более 88 тысяч гектаров или около 2 процентов площади региона. А теперь перенесемся в Китай. Начиная с 1963 года в столице китайской провинции Хэлунзянь в городе Харбин проводится самый красивый зимний праздник планеты – Харбинский международный фестиваль снежных и ледяных скульптур. Официальная дата открытия фестиваля в Харбине приходится как раз на 5 января. Место для его проведения было выбрано по географическому расположению. Северо-восточный район Китая подвергается холодным ветрам из Сибири. Средняя температура зимой здесь 16 градусов мороза. Что же касается самых красивых изделий из снега и льда, то это не просто громкие слова. Фестиваль входит в четверку самых масштабных в своем роде. Остальные три фестиваля проводятся в японском Саппоро, канадском Квебеке и в Норвегии. На месяц город превращается в Ледяное Королевство, где находится более 100 невероятных ледяных замков и копий известных архитектурных построек. Все это окружает масса ледяных и снежных скульптур, самая масштабная из которых – снежная статуя Будды. Высотой она 33 метра, а длиной более 100 метров. На этом и закончим. Пусть этот день запомнится только хорошими событиями, а об остальных узнаем в следующий раз в Машине Времени.